В Саратове уже не раз гремели взрывы из-за утечки бытового газа. В позапрошлом году ЧП произошло в жилом доме на улице Московской. В этот раз трагедия наделала много шума. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют причины случившегося. В компании «Саратовгаз» тоже проводят свое расследование. У нас в студии на Московской начальник отдела промышленной безопасности компании Наталья Панкратова. Наталья Викторовна, здравствуйте. Скажите, можно ли уже сделать какие-то выводы о причинах случившегося на Московском шоссе? По предварительным данным абонентам произведена замена самовольной оборудования. То есть изначально, когда газифицировался дом, в данных квартирах, в квартирах дома номер 11 по Московскому шоссе, были установлены газовые четырехкомфортные плиты. Абонентам произведена замена этой газовой плиты на варочную газовую панель. Кто ему производил замену, какие специалисты? Ведь замена газового оборудования должна производиться в специализированной организации. Расскажите, а как определить утечку газа? По данным информационных агентств, погибший мужчина работал в газовой отрасли, но даже он не смог предотвратить трагедии. Значит, нормальный человек с нормальным обонянием чувствует буквально микроутечку. Нужно взять кусочек мыла, развести в воде и обмыливать все резьбовые соединения, краны, сгоны. И если утечка есть, то тогда надувается пузырек такой воздушный, мыльно-воздушный. Это показывает о том, что есть утечка. Причем вот эта мыльная эмульсия, она показывает буквально мелкие самые утечки. Понятно. Предположим, кто-то из наших зрителей почувствовал запах газа. Что ему делать нельзя, а что нужно обязательно? Во-первых, нужно перекрыть источник утечки, то есть или плита, колонка, какой газ, использующий оборудование у вас. Открыть обязательно окна и двери для проветривания. Ни в коем случае не включать, не выключать электрические приборы. Не курить, спичек не сжигать. И вызвать аварийную диспетчерскую службу центральную. Саратовгаз по телефону 04. Спасибо. С нами на связи была начальник отдела промышленной безопасности компании «Саратовгаз» Наталья Панкратова. Мы говорили о том, как не стать жертвой бытового газа. Продолжение следует... Продолжение следует...